вы так долго ждали когда наконец закончится проект bmw m5 redstar motors и вот наш проект все таки уже подошел к концу мы сейчас стоим уже около автомобиля автомобиль сейчас появится в кадре но этот обзор будет очень необычным будет не одна m5 их будет много и все они будут очень разные многие из них будут даже в каком-то тюнинге и будет одна столько мы на все посмотрим со всеми заедем на всех проедем и все покажем и расскажем сейчас наверное все таки это мой рай я нахожусь в том месте где есть две машины две машины которые мне безумно нравятся и каждая нравится по-своему понятное дело что моя мне нравится больше но на вкус и цвет все таки фломастеры разные и тот и тот автомобиль по-своему хорош эти обе машины они по-своему индивидуальны и та и та машина они на валах это это машина на выхлопе обе машины показывают невероятнейшие характеристики не ради что динамику они радуют меня как владельца и соответственно владельца этого автомобиля какая из них лучше я не смогу ответить они каждая хороши по-своему и каждая из них прекрасно чтобы выбрал я если смотреть на машину изнутри наверное я бы выбрал эту у нее все-таки салон хамон у нее прикольная приборка которая размечена до 350 км в час если смотреть на машину внешне я бы выбрал свою если смотреть на машины по ходовым качествам и по характеристикам наверное опять же на данный момент я бы выбрал эту машину потому что моя машина не настроена а эта машина уже настроена под валы и может показывать какие-то результаты да я на ней уже прокатился машина едет невероятнейшим образом и валы заставляют даже немножко понервничать и поволноваться потому что машина ставится боком даже на 4 на 5 передачи и плюс ко всему здесь немножко другой редуктор в отличие от моей у моей длинный редуктор пары 392 у этой машины короткий редуктор пары 362 если бы опять же встал вопрос чтобы купил из этого я и на чем бы ездил я я скажу так обе чтобы на одной ездить в один день на другой ездить другой день наверное еще бы стоковую и еще какую-нибудь одну например м3 вот и добавить к этому все м3 46 кузове csl и кабриолет желательно вот было бы вообще здорово и это будет наверное гараж моей мечты и сейчас вот да представится возможность поехать на какой-то из этих машин и показать их вам я даже не знаю в какую из них наверное все-таки сяду в первой наверное это будет это потому что на этой машине я еще успею накататься на этой машине я буду что-то и показывать вечно и снимать а с этой машины у меня недолгое знакомство и поэтому я все-таки наверно буду сегодня предпочитать больше ее нежели чем эту машину и так мы видим им 5 е 60 в зеленом цвете в хаммоне оригинальный хаммон оригинальные диски хаммон полный обвес хаммон машина внутри хаммон это включает в себя салон карбоновую отделку хаммоновский руль хаммоновскую приборку в машине очень большие доработки по поводу музыки в багажнике стоит два огромных сабвуфера стоит даже какая-то светомузыка это наверное для каких-то тусовок и дискотек все-таки походу владелец любит потусить или тот человек который все-таки покупал и заказывал он наверное был таким ярым тусовщиком ну и в то я тогда в те годы это было модно как в передаче west coast custom стачка на прокачку они не остается только добавить телевизор playstation еще какую-нибудь кофеварку и чтобы там водопад в машине но это уже будет борщ что мне нравится в машине и что не нравится в машине внешне первое мне не нравится ее цвет все-таки зеленый она в этом обвесе она честно говоря я ее называю халк она такая подкачанная но немножко страшненькая брутальная агрессивная но на машину все-таки хочется смотреть и чтобы машина радовала глаз потому что расширение она немножко угловатая немножко неказистая это расширение такое же как у жори кривазово было и ну я не в восторге от этого обвеса и от его визуализации я бы наверное такой себе не купил но в то же время она мне нравится это вот как раз когда у тебя противоречия возникают самом тебе поставил ли ты или не поставил я бы наверное и поставил такой в то же время бы не поставил если бы был выбор поставить что-то другое но владелец этой машины покупал уже ее с рук и наверное она выделялась на всем рынке автомобилей и поэтому он купил именно ее они столько бмв м5 но вот что касается музыки очень круто кстати что весь багажник тоже расшит замшей и он также расшит как салон вся вот эта строчка все в зеленом цвете ну и вот посмотрите вот сюда два огромных буфера фокал плюс накопитель и света музыка которая вот вы сейчас можете понаблюдать это все таки да для каких-то сок представляете мы приезжаем на смотру открываем багажник и на все мгу у нас зеленым цветом будет рисоваться какой-нибудь халк было бы здорово а из моей как сказал оператор наверное нужно было сделать чтобы высвечивался логотип red star motors и он как-то там прикольно визуализировался было бы круто все-таки собрать тусовку из подобных автомобилей в различных обвесах и поболтать пообщаться у нас будет на тесте четыре автомобиля два из них будут в тюнинге один будет стоковый и один просто чип выхлоп если посмотреть на машины спереди то сразу же бросаются переделанной мной фары и конечно стоковые фары выглядят уже морально устаревшими по сравнению с моими также бросается конечно расширение от фирмы prior design установленная на мой автомобиль моя машина как мне кажется спереди смотрится немного злее нежели чем зеленка также хотел бы обратить внимание как можно тюнингом немножко машину устарить например у зеленки затонирована задняя оптика и сделана зеленая полоска под поворотником моя оптика стоковая стоковая она сверх яркая потому что она новая и соответственно мы еще переделали сделали поворотники в стиле audi matrix и соответственно это очень сильно старит машину которая находится слева от меня нежели чем мою что еще хотелось бы заметить по внешнему виду автомобиля автомобиль зеленый надо бы уже перекрасить понятное дело что машина 2008 года немножко подустала и бросается в глаза то что краска уже не так блестит может ее можно полирнуть но тем не менее по кузову присутствуют некие косяки это например на заднем расширителе уже появилась трещинка то есть элемент стыковки именно расширение с дверью то есть все-таки возраст берет свое ничего вечного не бывает и конечно машина устаревает и машинку бы здорово было освежить поставить например такую же оптику как у меня поставить новую заднюю оптику что мне еще очень нравится на самом деле в зеленой машине это ее колеса у меня колеса тоже стоят хамон и они 20 но у меня колеса по моему если я не ошибаюсь китайские а здесь оригинальный хамон и плюс конечно же насколько сильно черный свет свет съедает колеса моего автомобиля нежели чем здесь здесь колеса смотрится намного больше и кажется что они сидят в арках лучше и машина смотрится соответственно ниже и выглядит получше у меня еще не осели до конца задние пружины хотя тоже стоит комплект занижения от эйбах но на стоковой подвеске я планирую в дальнейшем поставить все-таки каве и машинка станет еще чуть пониже новые колеса уже заказаны осталось примерно 48 дней до прихода моих колес и тогда мы сможем посмотреть на машину уже в другом виде как говорил джерми клаксон это самый известный обзорчик что 80 процентов вида автомобиля зависит от ее колес я расскажу как раз таки про в стоковом варианте у машины на крышке багажнике уже установлен маленький спойлеров в данном случае здесь стоит спойлер опять же от фирмы хамон и честно сказать ну он очень бросается в глаза и выглядит как-то неказисто у этой машины но это лично мое мнение опять же я бы наверно все таки оставил стоковый спойлер на данном автомобиле либо купил карбоновый багажник дактейловский с антикрылом с таким вот как то что как раз я вам рассказывал почему я ругаюсь на поставщиков что нам до сих пор не привезли карбон то что на моей машине должен стоять карбоновый капот и карбоновый багажник как раз таки дактейл с этим-то антикрылом восторник я тогда наверно все таки сажусь в зеленую и мы едем снимать про нее вот мы внутри автомобиля сейчас покажем как машина ведется на ходу расскажем про впечатление от автомобиля и мне доводилось ездить и на стоковый м5 сейчас м5 дизайн радстар моторс нравится мне машина единственное не нравится руль может потому что он не под мою анатомию рук руль мне неудобно мне не нравится вот эти вот скошенные элементы в руле нравится то что конечно у него присутствует отделка из замши это у меня весь руль из алькантары здесь он частично комбинированный руль машина очень низкая очень жесткая странно машина едет по крайней мере для меня с первой передачи на первой передаче такое чувство что автомобиль так настроены и даже не знаю как это назвать правильно но такое чувство что машина на первой передаче немножко задушен машина начинает ехать где-то после 4000 до 4000 она как гражданский автомобиль будто даже не включена кнопка м хотя сейчас все системы отключены мы находимся в самом жестком режиме коробки у нас точно полная мощность может быть это так работают валы на своей машине я этого еще не прочувствовал не понял потому что моя машина не настроен а эта машина настроен что касается валов здесь валы со степенью поднятия клапана 292 у нас степень поднятия клапана 296 наши валы не немного злее а намного злее чем эти машина действительно за счет валов едет очень хорошо очень хорошо но едет по крайней мере для меня странно может потому что я уже привык к своей машине и эта машина чуть-чуть другая по поведению но в то же время она дарит офигительные эмоции блин мокро невозможно реализовать весь потенциал машины не грудящий момент и количество лошадиных сил как только переваливает стрелка до хометра 4000 оборотов жопа начинает нас обгонять машина чужая и владелец попросил беречь его малышку и конечно же я сделаю все что в моих силах чтобы уберечь эту машину чтобы она была в добром здравии она мне еще во первых и нравится вообще я очень люблю автомобили неважно кому они принадлежат все автомобили это дар божий вообще спасибо тому человеку кто придумал первый автомобиль почему мы сейчас можем вообще ездить двигаться кайфовать получать огромнейшее удовольствие как от этой машины что очень нравится по сравнению с моей это конечно же все таки как пашет салон как пашет салон и вот в моей машине тоже сделан а-ля карбон потому что у меня аквапринт а здесь именно настоящий карбон но честно скажу на первый взгляд почти невозможно отличить мой аквапринт от этого настоящего карбона только если вглядываться да там действительно можно увидеть текстуру карбона в целом как бы за что платить такие деньги когда в данном случае вес автомобиля здесь еще не потеряли особо из-за нескольких там декоративных элементов салона что могу сказать по машине по машине мне очень нравится вот этот приборка хаммон лимит это дешилл она размечена до 350 до в штатном варианте у им 5 она размечена на 330 что раздражает когда двигаешься на подобной машине что каждая skoda octavia или что-то еще пытаются тебя не пустить пытаются как-то самоутвердиться и показать что мы на дороге тоже что-то можем я понимаю что вы тоже что-то можете но изначально как бы никого не унижая и не оскорбляя ну что ж какой смысл тягаться со спортивным автомобилем какой смысл провоцировать водителя который двигается на спортивной машине кому вы что хотите доказать ну машина ведет себя очень рвано и драно на дороге когда ты на ней пытаешься ездить спокойно ну конечно да все владельцы бмв когда я по крайней мере перемещался на своем автомобиле выражает огромный респект поднимает большой палец вверх и говорят воно как круто это самая красивая м5 которую мы только видели очень приятно слышать такие слова ну эта машина я считаю ничуть не хуже а где-то может быть даже и лучше что касается салона это сто процентов она сейчас понятное дело лучше едет так как она настроена но я думаю что когда я доделаю до конца свой автомобиль мы обязательно увидимся с владельцем этой машины и заедем с ним заедем с ним и сходу и с места и посмотрим все-таки чья машина будет быстрее встретимся может быть даже на горе и спросим у людей какая же машина все-таки людям нравится больше так скажем проведем блиц-опрос блин а еще у меня снесено было левое зеркало и мне пришлось купить зеркала на разборке нужен новый год смотри вот о чем на машине невозможно ездить спокойно 4 передача 2000 оборотов скорость 50 километров в час нажимаем газ машину дергаться начинает потому что опять же валы когда крутится вал соответственно открывает у нас клапан и топлива поступает слишком до хрена машина начинает захлебываться и поэтому машина всегда провоцирует ездить агрессивно всегда то есть ты постоянно хочешь давить на педаль газа не только потому что это только твои желания потому что этого просят машина она как будто подсказывает тебе ну давай переключись ну нажми давай попробуем еще что-нибудь замутим машина невероятнейшая дарит эмоции просто неописуемые ну и конечно же как она едет ну и звук в 10 это невероятно ну 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 это мой близкий друг давид давид привет привет вот это человеку принадлежит вот эта замечательная красавица давид почему именно м5 е60 объясни я знаю что у тебя есть и в 10 но какая тебе больше нравится скажи честно е60 она несовменно лучше почему именно е60 легендарная тачка эта атмосферка да с этой машиной вливаешься в одну целое да конечно ты получаешь больше ощущения и эмоций от плодения данным автомобилем это управление все таки бмв кончилась наверное кузове е60 это лучшая машина больше не будет так поэтому надо их беречь надо их ценить надо их любить ну мы это делаем брат слушай я вот хотел тебя спросить вот что тебе нравится в этой машине что не нравится как тебе вообще содержать эту машину ее обслуживание как часто ломается я тебе скажу так не может ты же прекрасно знаешь то что ее содержать да ну не каждому да купить ее это пол беды да купить ее может почти любой и каждый да я не спорю содержать ее достаточно убыточно будем так говорить но это того стоит да она стоит того абсолютно несомненно да эта машина каждый день дает что-то новое каждый божий день я владею этой машиной больше 4 лет и на протяжении 4 лет каждое утро каждый день она мне выкидывает новую она удивляет она не перестает да она не удивляет как скучная женщина она та уже в возрасте 30 лет которая знаешь такая еще магет да да она одна такая Давид а что у тебя сделано вообще по машине по машине у нас движок стоковый движок стоковый движок перебирался раза 3 три раза ты перебирал мотор на этой машине а что происходило первый раз у меня тупо поменяли масло и не вставили клапан и убили движок Это второй раз ехал 330 и ее замкнуло просто тупо, я ее заглушил и она больше не завелась. Я соболезную, тебе я знаю сколько стоит собрать мотор на Е60. Второй двигатель был чипованный, третий, вот этот третий двигатель. И сейчас у тебя только выхлоп, да? Только выхлоп сделанный, да. А выхлоп какой? Магнафлоу? Да. Здесь добавлено 30 без коллекторов пока, 30 лошадок сверху и все. Остальное, она в стоке и чувствую себя идеально. Спасибо тебе, брат, спасибо тебе большое, что приехал, спасибо. Ну а теперь мы спросим еще одного владельца BMW M5 E60. Она в белом цвете, она в очень охренительном состоянии для своих лет. И на ней выхлоп Эйзман Рейс. Привет. Ну, Равай, рассказывай, почему именно M5? Я знаю, что у тебя было много крутых тачек и даже в твоем гараже была Ferrari. FF, если я не ошибаюсь. Почему E60? Объясни мне, как можно было после Ferrari сесть на E60? Короче, смотри, история была в том, у меня был AMG GT Mercedes. Даже AMG GT был? Вот, как раз после FF. Ага. И, блин, что-то решил продать его и продал. И потом думаю, хочу E60 взять, типа, блин, крутая с душой тачка. И V10, и коробка вот этих переключений. СМГ, да. Прям вот, знаешь. И думаю, возьму покататься. А сейчас что-то взял уже, начал деньги вкладывать. И все, и уже не покататься, да? И уже затянуло. И диски, и двиг... Ну, как-то все потихонечку собирается. А расскажи историю машины. Вообще, до тебя были у нее... Сколько владельцев ее было? Были. Два владельца. Два владельца. Короче, она была... Ее делали в рестайлинге. Она была в такой странной пленке. Я там вставишь потом фотку... Колхозники, да? Да, да, да. Пленка была не очень. Ну, мне просто не нравится. Девушка ездила. А потом купил парень из Воронежа. Ага. И получается, сделал, ездил на ней себе, ездил. И мы потом приехали в Воронеж с ребятами, их забрали. Я посмотрел в салон. Ну, она очень свежо выглядит. Ну, некручный пробег точно. Некручный пробег. А пробег сколько составляет? Шестьдесят пять. Шестьдесят пять тысяч. Да. Блин, это очень круто. То есть, все по сервисной книжке там. Ну, так. Ну, и по ней видно. То есть, она внутри там без... Машина вообще ломалась, нет? Пока нет. Не доставляла никаких хлопот и проблем. Ну, я вот сейчас собираюсь вкладыши поменять. Вкладыши. Нижние, да, соответственно? Ну да, да, да. Вкладыши хочу сделать. Блядь, чтоб они до меня уехали вообще. Да. Ну, и уж тоже интересно посмотреть. А что же здесь такое происходит. Собственно, я сделал вкладыши. Сделаю сейчас вкладыши. А так ничего. Фары купил новые там. Я вижу, что фары новые. Да, машина выглядит очень хорошо. Фары преображаются. Слушай, а какие эмоции ты испытываешься? На этой машине вот есть кнопка М. И ты вот нажимаешь кнопку М. В твоей жизни что-то меняется. Я, например, домой приходить не хочу. Блин, мне тоже на самом деле просто было много машины. Как-то вот это задело прям. Вот езжу. В ней что-то есть. И вот в ней что-то есть. Причем даже когда спокойно еду и все нормально. Да, да, да. Это есть такое. Ну, вот знаешь, вот, например, я вот скажу с точки зрения потребителя, да, у меня такая же машина. Блин, жрет чертовски много. И вот я вчера покатался целый день. Я десять тысяч спалил. И расходник. Десять тысяч рублей спалил. Да. И, конечно, цена расходников. А вот давай еще такой тебе вопрос. У тебя стоковая машина. Сделал ли бы ты машину как зеленая, или бы ты сделал как машина красная? Ну, твое мнение. Какая тебе больше по душе, какая больше нравится? Я бы сделал Haman Soft Kit. Ты видел? А-а-а. Он и не то, и не то. А вот если выбирать из этого, какая побольше тебе нравится? На колеса не смотрим. Колеса ублюдские умеют. Ладно, так и быть. Блин, но я считаю зеленая что-то слишком, наверное, перебор. Взял бы как у тебя, наверное, все-таки. Все-таки красная, да? Диски побольше только. Диски я уже заказал. Вот. Это все. Впоследствии увидимся. Покажу, конечно. Похвастаюсь. У тебя же это как white body, а тут это как наклейки. Блин, я не знаю. Мне очень нравятся soft kit Haman. Прям очень нравятся. Ну, на вкус и цвет, как говорят, фломастеры разные. Я вот сейчас диски, может, куплю такие 21-ые. Вот я сейчас. Да, да. Это будет здорово. Твоя машина приводит. А диски черные будешь, соответственно, купить? С полированной полкой. Да, они будут красивые. Мои колеса, на самом деле, тоже были с полированной полкой. Но я их покрасил все в черные и теперь немножко жалею об этом. Да, да. Съела, конечно, объем очень сильно. Но не получалось. Я приехал в калорику и не получалось, короче, полирнуть именно полку. Потому что диски все-таки не разборные. Это фикция, так скажем. Они китайские, они настоящие. Это временный вариант сейчас, так скажем, дождаться дисков. Потому что мои колеса придут в июне. Только в июне месяце я поставлю нормальный. Ну, ты кастомные, да, делаешь? Я заказал индивидуально колеса под машину, то есть под вылет, под ширину, ширина жопа будет 12, переда 10. То есть, да, 12 ширина. Представляешь, это вот такой баллон сзади будет. Мне предложили 9,11. 9,11. В любом случае, спасибо тебе. Спасибо, что приехал. Спасибо. Дальше. Вот так, ребят. А дальше чуть попозже мы покажем вам, кто же из этих малышек приедет первый. Мы стартанем с места, стартанем с 80 и до максималки. Тоже все-таки приедет первый. Делаем ваши ставки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok